Другие вести. Через несколько дней наша страна отметит великий праздник, День Победы. Тысячи и тысячи солдат из Карачао-Черкесии навечно вписали свои имена в историю Великой Отечественной. Сегодня мы хотим рассказать вам о герое России Дугербии Узденове. Уроженец села Каменомост, разведчик, командир партизанского отряда, внес неоспоримый вклад в победу. Страницы героического прошлого перелистала шерифат Лепшокова. Около 80 эшелонов врага, 150 танков и бронетранспортеров, более 200 пушек, множество немецких складов. Все это было уничтожено партизанским отрядом Дугербия Узденова. Но до осени 1942 года, когда группа под руководством разведчика Карачаевца была десантирована в тыл врага в Ровенскую область Украины, им была пройдена суровая воинская школа. Окончив в 1939-м срочную службу и Тамбовское краснознаменно-кавалерийское училище, Дугербий Узденов стал участником Финской войны. Так 23-летний житель Каменомоста и, как планировалось, будущий учитель связал свою жизнь с военной службой. Дугербий был тяжело ранен еще в первый год войны, но уже в 1942-м он воюет на Калининском фронте. Тогда же проходит отбор и входит в состав главного разведуправления. На Украине в тылу врага отважным воинам и его группой, а позже отрядом, была проведена огромная работа. В 1943-м партизан освободили узников в концлагере для военнопленных, расположенного в Ровенской области. В 1944-м году славный сын Карачаевского народа был представлен к званию Герой Советского Союза. Дугербий Узденов был одним из первых советских офицеров, побывавших в Польше, где был заместителем командира одного из партизанских отрядов. Участвовал в освобождении Венгрии и Австрии, был награжден множеством орденов и медалей. Завершив войну, славный кавалерист и разведчик трудился на предприятии в Ленинграде. А после возвращения карачаевцев на родину продолжил работу в городском РУВД. В 1995-м году за мужество и героизм бесстрашному разведчику и командиру было присвоено звание Героя России. В память о воине свято чтится в республике. В честь Дугербия Узденова названа улица и установлен монумент. Его имя носит и школа в родном ауле Каменомост. Шерифат Левшокова. Вести Карачаева. Черкесия.